В догонку к только что рассказанному, к тому, что я говорил сейчас о перспективных кандидатах, так называемых, хочу просто рассказать историю, которую рассказал Марк Ярнул, автор знаменитой книги «Ваш первый год в сетевом маркетинге». Мне кажется, эта история очень впечатляющая, я ее очень часто рассказываю, и здесь же, на этом блоге она звучала, мне кажется, не раз, но тем не менее, в сочетании с предыдущим материалом, это, возможно, кому-то поможет. Он говорит, что многие люди делают ошибку, когда зацикливаются на так называемом перспективном партнере, кандидате, но в данном случае речь идет о партнерах. Никто не знает, что произойдет с этим человеком, никто не знает, только Бог знает. И вот он рассказывает, я однажды познакомился с человеком, который показался мне очень перспективным, очень перспективным для моего бизнеса, для моей организации. Ну, во-первых, он был зрелый возраст, ему было 40 лет, он уже взрослый человек, состоявшийся. У него было два образования, одно из них дипломатическое, он работал дипломатом, у него хорошее знание языков, связи по всему миру, он очень контактный, коммуникабельный, симпатичный, такой обаятельный человек, который, ну просто, ну просто в него трудно не влюбиться. И что немаловажно, у него был в жизни такой этап, когда он остро нуждался в деньгах, у него была повышенная мотивация к зарабатыванию денег. Все это вместе, когда я с ним разговаривал, давало мне основания предположить, что это будет у меня очень перспективный партнер. Он выслушал меня, увидел, Марк Ярну рассказывал, увидел, какие у меня результаты, как я живу, что я миллионер, сетевик, миллионер. Он очень удивился, что этот бизнес дает такие результаты, что так легко все это делается, что никаких инвестиций нет, что, ну в общем, он был просто потрясен теми возможностями, которые открыл ему, значит, я ему открыл, рассказывал ему, он делал презентацию в этой компании. Он немедленно включился в бизнес и так рьяно взялся. Я потирал руки от того, что я подцепил такую акулу в бизнес. Он проработал очень эффективно, проработал два или три месяца. Подписывал много людей и вдруг исчез. Вдруг вот это как растворился, как будто волной смыло. Вот был и нет. Я долго думал, говорит этот парень Марк Ярну, долго думал, в чем дело, почему, какая причина. Ведь этот человек мог бы через год, два, три уже быть, ну просто абсолютно свободным в финансовом смысле человеком. Просто он мог бы зарабатывать миллионы здесь. С его-то данными работоспособности. Нет, он куда-то делся. Почему? Загадка природы. Ну, я могу на эту тему порассуждать. Люди такого уровня, им очень тяжело удержаться в бизнесе. В нашем гордыне. Окружение соответствующее. Отсутствие глубокого, проникновенного такого понимания, как устроен этот бизнес. В чем его идея генеральная. Неспособность смириться, смирить свою гордыню и действовать просто, уж очень просто все, уж как-то примитивно. Смириться до такого состояния, чтобы тебя сравнили с дистрибьютором, которых, а глупых дистрибьюторов, которые с кульками бегают по офисам моря. И когда твои знакомые с твоего окружения, такие же, как и ты, дипломаты, говорят, и ты с кульком бегаешь, как этот дистрибьютор, выбивает человека из колеи. Смирение нужно. Нужно хорошо понимать, где ты находишься. И смириться до такого состояния, чтобы терпеть насмешки. Или непонимание людей из числа своих друзей и близких, которые ничего не знают об этом. Я думаю, что, скорее всего, по этой причине окружение с трудом воспринимают. Люди привыкли к другому, люди по-другому видят мир, по-другому понимают, как надо зарабатывать деньги. Они живут в другой среде, и когда им рассказывают о том, что вот так вот делаются большие деньги, они готовы бы поверить. Но сталкиваясь с реальностью, они, сталкиваясь вот с конкретными вещами, они не могут выдержать вот негативного отношения своего окружения. Им не хватает мотивации, им не хватает... Короче, гордыня не позволяет им продержаться в трудные времена, когда еще нет результатов. Когда уже у тебя миллионы плевать, что там говорят твои знакомые. А вот на первоначальном этапе, первые месяцы, даже успешно начинается бизнес, очень трудно выдержаться. И ты занимаешься этой хренью? Два, три, четыре, пять раз услышишь такое? И если в тебе нет стержня, который выковывается из глубинного такого осознания сути MLM бизнеса, то трудно, вот этот вот дипломат, такой крутой и перспективный кандидат и свалил. А мог бы. А нет, и вся перспективность слетела в унитаз. И другая история в догонку к этой. Тот же Марк Ярмелл рассказывает, говорит, я в противовес, как бы. Я исповедую принцип, все, кто меня окружают, все, с кем я вступаю в контакт, так или иначе должны узнать о моем бизнесе. А уж дело их, будут они этим заниматься или нет, они сами примут решение. Но я никого не ограждаю от этой информации. И я не позволяю себе набраться наглости, нахальства и, значит, не допускать людей к такому замечательному источнику денег. И я не закрываю дорогу никому. Я честно, открыто всем рассказываю. Это мой принцип. И однажды, говорит, я находился у себя в доме. Моя старая домработница, женщина, которая много лет у меня работала, вдруг задала неожиданно мне вопрос. Она говорит, мистер Ярмелл, вот вы такой богатый, такой успешный, такой крутой, а я вот у вас много так лет работаю и так и не знаю, чем вы занимаетесь. Вы ходите в джинсах, значит, у вас такие дорогущие машины, вы так живете, никогда не бываете ни на работу, никуда не ходите. Что вы делаете? Мне вот просто интересно. И вдруг до меня дошло. Говорит он, я нарушил принцип, я этой женщине не рассказал о своем бизнесе. А другая мысль говорит, да она же просто уборщица у меня. Она же просто полы мне тут протирает. И я заткнул свою дурацкую гордыню в одно место, говорю, ну-ка садись, дорогая, посадил ее за стол, и я ей за 20-30 минут рассказал обычную презентацию своего бизнеса, сделал ей презентацию. Она высосала меня внимательно и говорит, а можно я попробую? И я подумал, ну вот, была хорошая домработница, потерял. И действительно он ее потерял, потому что она через несколько лет была уже миллионершей. У нее, она так интенсивно начала работать, и так ловко у нее все получалось, как-то так по-простому. И люди так много и часто у нее записывали в бизнес, что у нее бизнес перекинулся каким-то образом в Японию, и у нее развилась очень большая японская ветка в этом бизнесе. И она стала много зарабатывать денег. И она ездила в Японию к своим дистрибьюторам, они ее приглашали, там благоговейно встречали ее, она делала это на тренинге, и выглядела она там совершенно как звезда. Она была такой взрослой дамой, бизнес-вумен, быстро поменяла привычки, одежду, еду, машины, дома, квартиры, места, жительства, и стала процветающей женщиной. Никто никогда не сказал бы этому опытнейшему миллионеру-сетевику, и он бы сам никогда бы не додумался, что из такого человека может получиться МЛМ-звезда, звезда-сетевик. Где ее перспективность, никто не знает. Одному Богу ведомо. Поэтому даже не парьтесь, даже в голову не берите, работайте, перебирайте людей, и всем подряд рассказывайте об этом бизнесе. Тем более, что сегодня времена поменялись, мы работаем в интернете, и всего-то навсего надо научиться заводить людей на свой сайт. Вот и все. А дальше уже система инструментов, спикерство, продуманное изложение материала доведет их до ума. Так что от больших денег вас отделяет просто какие-то жалкие недели, месяцы, ну там, может, пару лет. Серьезная работа. И больше ничего. Я желаю вам удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok